всем привет мои дорогие я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня традиционное видео моему каналу исполняется пять месяцев и как обычно я вам расскажу что за эти пять месяцев изменилось с чем я столкнулась и как вообще мои ощущения от ведения канала поэтому оставайтесь со мной не забывайте подписываться на мой канал оценивать видео лайками и комментариями хотелось бы начать это видео с тобой и поделиться с вами таким немножко неприятным моментом который произошел за этот месяц мое видео где я рассказывала про то что мама у меня заболела его украл казанский паблик известный там 286 тысяч подписчиков и они разместили мое видео вконтакте при этом не спросив у меня и просто украли это видео просто встроили его к себе на страничку и заработали за счет этого видео несколько тысяч просмотров в общем я прославилась на всю казань хотя у меня не было такой цели в общем я написала в администрацию на соцсети вконтакте на что мне пришел ответ что они удаляют видео только который порочит честь и достоинство человека и если мои там права были как-то задеты и я считаю что это нарушение моих прав то мне следует написать заявление в полицию но в принципе зачем этим заниматься там тратить время и что-то доказывать кто ладно бог с ним произошло и произошло ничего в этом страшного нету а я разбиралась в этих своих правах нарушили нарушили нашла такую интересную штуку что если на ну когда мы загружаем видео в youtube то во вкладке дополнительные там есть галочка которая ставится автоматически разрешить встраивание видео то есть как я поняла это значит что если кто-то там из людей захочет поделиться этим видео или устроить это видео себе на страничку вконтакте то он сможет это сделать без проблем и вот такая галочка она ставится автоматически теперь я из всех своих видео убираю эту галочку я не совсем уверена что это поможет от воровства но тем не менее представительство youtube я также писала но мне так никто и не ответил и хотелось бы поднять тему просмотров снова потому что в под предыдущим моем видео 4 месяца каналу было очень много комментариев интересных и большинство людей не запаривается этим были также комментарии серии что вышло видео у друга я зашел открыл написал комментарий поставил лайк закрыл видео потому что у меня не было времени досмотреть его до конца ушел потом обратно закрыл и досмотрел так вот я не понимаю одного зачем заходить на канал своего друга портить статистику зачем заходить вообще в принципе сейчас если ну если у тебя нет времени смотреть это видео если она тебе не интересно сейчас многие могут написать что они делают это в поддержку другого канала заходит ставит лайк пишут комментарий и так далее но это не поддержка это прямое разрушение каналов друг друга если у вас нет времени желание если вам не интересен канал лучше просто дружить с количеством чем заходите портить я прекрасно понимаю что все хотят добиться внимания все хотят получить это внимание хотят чтобы именно его видео зашло но для этого нужно работать для этого нужно время наверное нужно прежде всего сесть и конкретно разобраться как правильно статистика очень интересно ведь когда видео будут смотреть обычные люди там есть возможность оценить то на каком моменте люди перестают смотреть это видео и тем самым узнать что интересно твоим зрителям а что нет так вот сейчас этого сделать невозможно потому что он как правило все просмотры просто заканчиваются там среднее время удержания три минуты максимум там 4 и все то есть это не говорит о том что твои видео не интересны ты не можешь узнать свои ошибки ты не можешь отследить статистика недостоверно и ты не можешь понять что люди хотят видеть ведь мы здесь ради общения а при общении важен контакт и важно услышать мнение другого человека который находится на другой стороне экрана вот именно поэтому так важно разбираться в статистике ведь там можно найти много всего интересного хотелось бы с вами тоже поделиться текущей ситуации дел что сейчас именно происходит могу вам сказать что хейтеры не отстают кстати хейтерство и троллинг многих беспокоит многие принимают слишком близко к сердцу какие-то высказывания обсуждения и нелестные комментарии но к этому нужно быть готовы здесь на ютубе такие же люди как и в жизни они все разные а также разные люди преследуют разные цели здесь также очень много людей вампиров как в жизни которые живут и питаются энергией других которые пытаются выбить вас из клеи здесь важно понять то что людям не запретить говорить о себе что люди всегда обсуждали и будут обсуждать и их не переделать этому нужно просто с этим смириться и главное я считаю в этой ситуации отличать хейтерство от реальной обоснованной критики если вы недавно открыли свой youtube канал или еще только планируйте и рассматривайте такую возможность то будьте готовы что впереди вас ждет много всего интересного будьте открыты ко всему новому что-то новое помогает нам развиваться не стоять на месте идти только вперед и на этом я буду заканчивать свое видео я желаю всем прекрасного настроения удачи ведения канала спасибо что досмотрели это видео до конца я это очень ценю всем желаю хорошего времяпровождения чтобы в окружении вас были только верные друзья не забывайте подписываться на мой канал оценивать видео лайками комментариями и пока пока